Медведев, Масюков, Мельников, Никитин. Перечисление фамилий погибших за родину может занять долгое время. Имена 131 бойца Красной Армии, выбитые на братском захоронении в деревне Пугачевка Орловского района. Покоится здесь и отец Альберта Ермоленко. Мой отец, командир взвода разведки Ермоленко Иван Моисеевич, шел с северо-восточной стороны и командир взвода не дошел 4,5 километра до Орла, погиб. Я долго искал где и как, при каких обстоятельствах, в конце концов нашел. Братское захоронение поддерживает фермер Владимир Стебаков. Ухаживают школьники. Всего пару недель назад здесь установили стелу с именами еще шести красноармейцев. Тысячи имен выбиты на братских могилах на нашей земле. И этот список ежегодно пополняется благодаря сложной, но очень важной и нужной работе наших поисковых отрядов. К 5 августа, когда орловчане отмечают 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на братском захоронении зажгли огонь памяти. Момент, к которому шли долгие шесть лет, настал. С 2015 года именно благодаря ОНФ по всей стране началась активная работа по сокращению негорящих вечных огней. Тогда удалось достучаться до президента Владимира Путина. Совместно с Народным фронтом попросили Юрия Николаевича Парахина к этому внимательности. И благодаря тому, что Юрий Николаевич чутко отнес тем проблемам, которые стоят перед ветеранской общественностью и перед ветеранским движением в целом, и перед памятью советского народа он дал указания и вечный огонь был сюда проведен. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.